Вы не являетесь спецавтомобилем. Если бы были спецмаячки и звуковые сигналы, тогда вы имеете право передвигаться по этой полосе в экстренных ситуациях. Поток машин пока Ленина движется медленнее. После закрытия лишь одной стороны проспекта Ленина пробки буквально сковали город. А скоро движение из-за ремонта моста по обеим сторонам перекроют полностью. Чтобы общественный транспорт смог передвигаться быстрее, власти решили сделать выделенки. Нанесли разметку, поставили знаки. Но автомобилисты пока соблюдают правила не всегда. Едут по полосе, пересекают сплошную. На данный момент мы разъясняем, профилактируем, объясняем, как они должны двигаться, если им нужно попасть на перекресток, как выехать с перекрестка. Пока водителей не наказывают, только предупреждают. Но уже в июле начнут штрафовать. На выделенках установят видеокамеры. Страф составляет полторы тысячи рублей. На самом деле штраф это не маленький. Если и камера она будет фиксировать постоянно, ты выехал на полосу, камера зафиксировала нарушение, штраф пришел. Через день ты опять заехал, тебе еще штраф придет. После закрытия второй части путепровода выделенных полос для общественного транспорта станет еще больше. Они появятся на Аносово на участке от Ленина до Калинина и по проспекту Калинина от Аносова до Кулагина, а также от Пионеров до площади Октября по направлению проспекта Строителей. Уже к 25 числу мы еще обустроим выделенные полосы по проспекту Строителей. Так как данный участок у нас тоже характеризуется высокой интенсивностью дорожного движения, у нас выделенная полоса по проспекту Строителей появится от Красноармейского в сторону Павловского тракта, а в направлении центра у нас от улицы Ядренцево до проспекта Красноармейского. Теперь рейды по выделенке будут регулярными. Отдельные полосы для автобусов в Барнауле сделали впервые. И чтобы научить водителей соблюдать правила дорожного движения, потребуется время. Ну а тем, кто учиться не захочет, придется регулярно опустошать кошелек. Татьяна Голубева, День с толком.